Итак, всем добрый вечер. У нас сейчас небольшой семинар на 45 минут, посвященный теме аналитика на базе макета Figma. Меня зовут Павлов Юрий Евгеньевич, я преподаватель центра специалист и, в принципе, свободный разработчик и дизайнер и прочее. Но здесь у нас будет такая очень специфическая тематика. И я, в принципе, очень люблю программу Figma. Вы, наверное, тоже ее очень любите. Наверное, некоторые из вас ее вовсю используют. Но развитие Figma, конечно, для нас немножечко непредсказуемо, куда она дальше пойдет. Но тут возникает ряд вопросов, которые касаются, например, вот такого. А вот какой макет, например, лучше обсудить, в принципе, как это можно было бы обсудить? Понятен ли пользователь дизайн вообще? Как он с ним бы работал с этим дизайном? И, например, понятно ли, куда нажимать? Понятно ли, что это кнопочки там какие-то идут? Вот. И когда вы видите дизайн Figma, то они могут смотреться совершенно замечательно. Конечно, Figma позволяет реализовывать и дестопные версии, и мобильные версии. И, в общем-то, мы смотрим на курсе Figma, как все вот такие вот решения делаются в разной степени симпатичности. Вот. Конечно. Всякие вот такого типа красоты. Конечно, Figma предназначена именно для дизайна. И, в принципе, дизайна именно для экрана. То есть это для полиграфии она вот никак не подходит. А для экрана, для приложений, для веб-сайтов. Вот самое оно. И поэтому сейчас, учитывая, что она еще бесплатная, да, то совсем замечательно. Правда, ее купила Adobe, и что с ней будет дальше, никто не знает. Поэтому узнаем в следующем году. Вот. А пока, в общем-то, народ потихонечку осваивает китайский аналог Figma. Мокплюс есть такое приложение. Я тоже потихонечку смотрю. В общем-то, конечно, это не Figma, но, в принципе, так сказать, тоже интересно. Но лучше знать больше. Вот. И мы сейчас говорим все-таки про Figma. И тут вот встают вот такие задачи. Ну, допустим, есть у меня некоторый макет. Сейчас вернусь к тому. Ипотешную. Решение. Ну, допустим, у нас Figma. У нас нарисован вот такой вот макет. И тут возникает вопрос. Вот как поискель с ним работал бы? Но Figma дает возможность мне это все сделать в виде превью. То есть, в принципе, я могу в режим прототап перейти, посмотреть, связать эти элементы. Ну, допустим, у меня Get Started. Пользователь пойдет вот сюда, на эту страничку, например, как вариант. Вот. Я вот так вот завязал. И теперь нажимаю превью. Нажимаю Get Started вот здесь. Вот я, видите, перехожу на ту страничку. Могу обратно вернуться. Я могу расшарить вот этот момент. Расшарить прототип. Вот так шерсть сделать. Копи-линк. И отослать всем желающим, кто хочет посмотреть. Но я отошлю. А дальше понять, как они работают с этим макетом. Понимаете? Я это не увижу, как они с ним работают. Я могу только там их поспрашивать, что они там правильно. Ну, короче, какие они ощущения испытывали. Задать вопросы. Ну, что они делали? Например, записать видео. Да, вот как они работали с этим макетом. Ну, такого фигма, в общем-то, не умеет. Вот. И возникает вопрос, вот как понять, как поиск с этим макетом работал, который вот сделан на фигме. Конечно, можно его реализовать уже как бы в готовом виде, да, и закодировать и прочее. Но вы сами понимаете, сколько усилий для этого нужно. Это целое дело. Можно ли как-то справиться вот с такой ситуацией? И я вот хотел вам показать ряд моментов, которые, в общем-то, ну, относительно несложно реализуются и совершенно по-разному. Первый момент, правда, касается вот чего. В принципе, если, например, групповая работа используется, то у фигмы есть свои средства для аналитики внутри группы. Например, как пользователи работают внутри дизайн-системы, в принципе, какие компоненты там они использовали, кто сколько чего раз использовал, вот такая статистика. Вот эти моменты, они относятся именно к групповой работе в режиме Teams, в режиме команд. Вот, и это относится именно, в общем-то, к, ну, к дизайнерам, по большому счету, не к пользователям, вот эти моменты. Вот, и, видите, Organization Enterprise Plan. Но вот эти планы пока для нас, в данный момент, для России, увы, недоступны. И получается, что вот такие замечательные средства мы использовать не можем. Но речь, вообще-то, идет немножечко о другом, о том, как пользователь будет, в общем-то, видеть, как пользователь будет работать. Вот, и здесь на помощь приходят вот такие вот очень интересные моменты. Это такая штука, есть плагины, в общем-то, в этой самой фигме. И есть возможность, например, переправить материал в Акшуру. Кто-нибудь слышал вот такую программку Акшура? Как? Есть у нас такие люди, которые слышали плюсики или минусики? Акшура. Ни плюсов, ни минусов. Антон, вы слышали. Вот так. В принципе, вот эта программа Акшура, она, в принципе, очень удобна для юзабилистов. Потому что она позволяет, например, организовать интерфейс. У нее есть свои, в общем-то, ну, например, вот я хочу экран организовать. У меня есть заголовок, например. У меня там есть какой-то подзаголовок. Вот. Потом, например, у меня пойдет, что пойдет у меня. У меня пойдет какой-то там текст вот такой. Вот. Могу сказать, что здесь будет, например, картинка слева, текст справа или наоборот они будут. В общем-то, она для прототипов предназначена. Для схем экранов и с очень мощными интерактивными возможностями. Причем, в принципе, я могу, например, на Акшуре организовать вот такой процесс регистрации пользователя и представить это все в виде вот таких вот экранов. Причем, вот эти поля, которые пользователь может вводить. И, в принципе, я могу запустить превью. Так вот, registration. Вот сюда я могу там вводить имена, фамилии и так далее. Вот. Вот эти поля обрабатывать. Вот. И здесь, в принципе, все могу вот так вот имитировать проверки различные. Это все возможно, в общем-то, в этой самой Акшуре. Но, пожалуй, одно из самых интересных для нас черт Акшуры заключается в том, что я могу здесь вот эти файлы через паблишер генерировать HTML файлы. HTML файлы и разместить их там на хостинге и добавить туда аналитические возможности Google Analytics, Яндекс или чего там вам больше нравится. И уже на реальных вот этих дизайнах, в общем-то, проверять работу вот этих самых прототипов, которые здесь были сделаны. Но получается, что я сейчас вам показываю, как это делалось в Акшуре. То есть я нажимаю вот так паблиш, нажимаю generate HTML files, вот так вот нажимаю, говорю, что давай мне это дело сохраняем. Куда мне сохраняем? Сохраняем мне вот сюда. Нет, не сюда. Вот куда? Вот сюда. Вот сюда. Сохраняем. Вот сюда выбор папки. Говорю паблиш в локале. Вот. Дальше я через Visual Studio Code открываю вот эту папочку. Вот она здесь есть. Start. Перед вами HTML код. Такой сплошные дивы дивные. Вот. И нажимаю здесь правой кнопочкой вот так вот open with live server. И что-то там ничего не происходит. А что ничего не происходит? А, наверное, вот эта страничка. Надо было на ту страничку перейти. Ну и сейчас то, что я вам показываю, это идут вот этот файл HTML. То есть получается теперь, что снабдив эти файлы нужными вкраплениями аналитическими, я смогу, в общем-то, собирать данные. Вот такая интересная, такой интересный сюжет получается. Вы спросите, а при чем здесь фигма? А вот смотрите, при чем здесь фигма? Дело в том, что я возвращаюсь к фигме. Вот. Вот это приложение идет, да? Вот это приложение. Оно состоит из кучи вот этих фреймов, кучи экранов. Я, конечно, эту кучу экранов вам показываю сейчас, не буду. Но я сделаю вот что. У меня стоит специальный плагин. Вообще тема плагинов в Акшуре, она постоянно развивается. И здесь вот можно... Плагины. Вот. И есть здесь фигма, ту, ажуре. Так, ну вот у меня стоит вот этот плагинчик, который делает вот что. Я копирую, я копирую вот этот фрейм, вот этот фрейм, вот, вот эту страничку. Ну, фрейм в Акшуре в этой фигме, это, ну, страница, считайте, идет. Я правой кнопочкой вот так даю, но не копирую, просто копим, а копирую через плагин с плагин. Потом у меня здесь стоит Акшуре, вот этот плагинчик. И, пожалуйста, копия Selection for RP. Вот. Можно видеть в Акшуре Клауд, но мне зачем это дело, в общем-то. Итак, копия Selection for RP. Итак, я нажимаю. Надо сказать, что Акшура при этом должна быть открыта. Она у меня сейчас открыта. Идет вот это копирование из фигмы. Так, успешно. Переключаю на Акшуру. Ну, здесь я создаю новый документ. И правую кнопочку вот так вставляю. Paste. О, красота. Обратите внимание. Конечно, я мог бы в виде скриншота как бы сделать, да, в принципе. И потом активные области завязать между собой с помощью InVision там и так далее. Есть там тоже различные решения. Ну, я тут все решения, конечно, не собираюсь показывать на эту тему. Вот. И я сейчас получил вот такую полноценную страницу. Я могу здесь залезть внутри вот эти элементы, поменять эти тексты там и так далее. Вот. Ну, Ctrl-Z нажму. Вот. То есть, в принципе, макета у меня под полным управлением получается. Вот. И теперь на такой момент. Я сейчас вот эту страничку сделал. Page 1. И я хочу теперь сделать вторую страничку, чтобы по ней потом аналитику собирать. Я переключаюсь обратно в фигму. На вторую страницу, вот эту, например. И теперь здесь я делаю плагин с Акшуре Copy Selection for RP. Жду. Так, успешно. На Акшуре я создаю новую страницу. Ctrl-V вставляю сюда. И вот получаю этот момент. Но фигма в данный момент еще не умеет вот такие поля вводить. То есть, в принципе, я могу там достаточно много сил потратить, чтобы имитировать вот пользователя. Но со штыми полями фигма работать не умеет на данный момент. Может быть, когда-нибудь научится. Пока не умеет. Акшура с этим справляется просто на ура. Вот. Но я сейчас теперь хочу вот эти поля, так сказать, подправить. Да. Чтобы здесь можно было вводить. Если я сейчас нажимаю превью, эту страничку, то, конечно, я ничего здесь вводить не могу. Потому что, в принципе, это вот здесь вот, ну, это не поля ввода идут. Вот. Конечно, я могу ваштеймэль их заменить на поля ввода. Но я сейчас не собираюсь ваштеймэль это делать. Я сделаю это непосредственно в Акшуре. То есть, вот поле идет, я сюда достучался. Вот. Оно идет в FirstName. Ну, я сейчас это скопирую. FirstName. И удалю этот самый FirstName. И добавляю сюда вот это текстовое поле. TextField. Вот оно идет. Подправлю его по размеру. Вот так вот. И для этого поля я... Оно сейчас смотрится вот так, с бордюром и прочее. Мне бордюр здесь, в общем-то, не нужен. Я ему сейчас бордюр отключу. Вот. Бордюра нету. Вот. И для этого поля поставлю вот этот вот хинт текст. Вот который... Который текст подсказки FirstName. Вот он. Вот так вот. Видите, LastName вот такой идет. Я могу здесь совершенно аналогично сделать. До него достучался. LastName скопировал. LastName удалил. И добавил сюда тексты... Ой. Не то. Промахнулся. TextField. Вот он. Сделал поменьше. Убрал бордюр. И добавил... Placeholder. Вот этот текст. Вот LastName. Итак, вот я сейчас вот эти моменты реализовал. То есть сейчас я получил реально тексты и поля, которые может пользователь заполнять. Вот. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Я нажимаю preview. Пожалуйста, сюда нажимаю и ввожу. Пожалуйста, вот сюда я могу переводить. То есть я сейчас сделал так, что... Так. Станислав пишет разрешение экрана изображения мелкое. Вот. Так. Уважаемый вебинар. Как изображение мелкое, да? Алло, алло. Или нормальное? Плюсик, если нормальное. Минусик, если мелкое. Я могу подправить разрешение. Алло, алло, алло. Мелковато. Сейчас интересно, на ходу сможет этот самый булт-умитинг перестроиться. Сейчас, секундочку. Смотрим. Так. Перестроил на обычное. Так. Осталось найти культ. В смысле культ култы митинга. Так. Давайте сейчас я... Вот так вот как. Нормально? Алло, алло, алло. Запись будет, да. Сейчас как с разрешением? Нормально? Ну, я сейчас обычное HD разрешение, в общем-то, поставил. Вот. Так. Вот, видите, не угадай что-то, в принципе, как оно там пойдет. Вот. Итак. Еще разок. Что получилось? Получилась у меня вот такая штука, что... Я могу сейчас вот эти поля вводить, да, в принципе. И могу, соответственно, собирать данные пользователя. Но вот так фигма так делать не умеет, в принципе. Она не умеет, в общем-то... Она что у нас не умеет? Она не умеет вводить на данный момент. Так. Станислав, я разрешение сейчас уменьшил. Сейчас, по идее, нормально, должно быть видно все хорошо. Нет? Как? Сейчас обычное HD разрешение стоит. Не знаю, как там записи получится в результате с переменной разрешения. Что-то там такое на выходе будет. Вот. Ну, посмотрим. Потом, может, удастся. Итак. Что мне еще осталось в Акшуре сделать? Мне остается просто эти страницы связать друг с другом. Ну, связывать страницы Акшура очень хорошо умеет давно. Ну, допустим, вот сюда, куда он там? Вот так, пейдж 1. Вот сюда, get started. Да, вот это get started. Get started. Я до него достучался. И говорю interaction. Что у меня будет здесь? Что у меня будет здесь? Так. New interaction. Click. Click. Open link. Open link page 2. Вот. Окей. Вот. Сейчас я сымитировал. Вот переход между экранами. Нажимаю сейчас это самое превью. Еще разок. Нажимаю get started. И, пожалуйста, видите, я сейчас сымитировал этот момент. Я сейчас вам показывал, в принципе, как можно через вот этот плагин перебросить информацию дальше в Акшуру. В Акшуре нарастить нужный интерактив. Потом сюда добавить нужные счетчики в код. Потом разместить где-нибудь на хостинге или еще каким-то образом реализовать. И потом собирать от людей отклики. На базе фигмовских макетов, обратите внимание, у меня на это ушло буквально несколько минут, чтобы получить вот это готовое решение на базе визуала, который был сделан в фигме. Вот такая интересная штука. Вот. А по-другому, в общем-то, ну, это не сделаешь. Вот. И получается, что пока вот такой уникальный прием. Вот. Но, видите, здесь мне Акшура понадобилась. Куда еще переправлять? А фигма, в принципе, кодировать-то особо и не умеет. И получается, что есть там плагины, которые в код переправляют. Но там все равно не получится нормального результата. А вот через Акшуру получается вот так сделать. Видите, Акшура, поскольку все кодировать хорошо умеет, и адекватный код получается, то, в принципе, результат получается хороший. Конечно, в Акшуре вы спросите, а что не в Акшуре тогда сразу делать? Ну, дело в том, что Акшура все-таки другого плана программа. Она для других задач. Она для UX-процесса, в принципе, предназначена. Вот. И получается, что в фигме вы делаете дизайн вот такой вот, а через Акшуру вы используете, и Акшуру используете для проверки этих самых дизайнов. Вот такая здесь связка интересная получилась. Конечно, было бы интересно, если бы можно было из Акшуры вот так вот фигме, фигму переправить, в общем-то, по-простому. Но так вот нельзя, по-простому, такой возможности нет. А вот обратно можно. Так что вот такой интересный обратный переход. Ну, вот, в принципе, вот такой момент. Вот. Это был первый вариант, который, в принципе, можно использовать для сбора аналитики. Вариант интересный, хороший. Но есть еще другой вариант, я его не стал показывать. Когда вы делаете скриншоты, потом их связываете между собой, эти скриншоты, и, в принципе, уже сами на хостинге размещаете вот такие моменты. Ну, конечно, можно там и поля в воду тоже сымитировать и прочее. Вот. Но тут уже, тут, как бы, отдельный разговор получается. Вот. Теперь. Другой вариант. Другой вариант. Есть еще очень интересный ресурс. Называется он «Юзабилити хаб». Сейчас я покажу. Сейчас закрою вот это вот. Который тоже позволяет очень интересные данные собирать. Ну, я сейчас ссылочку в чат дам. Вот. Ну, там надо зарегистрироваться, в общем-то. И. Или войти там. В моем случае. И давай. Чего он там. Вот. И здесь можно сделать интересные тесты. Сейчас оно тут отобьется. Вот. First Click Test. Может быть, вы слышали такие. Five Second Test. И, в принципе, они добавили еще относительно недавно портотайп таск. И вот как раз я могу выполнять тестирование на базе прототипов, которые сделаны в Figma. Вот. Как это выглядит? Ну, например, вот такая. Сейчас перед вами будет немножечко дурацкая задачка. Смотрите. Допустим, я хочу сделать... Вот у меня Figma. Здесь есть фрейм, который содержит разные цвета. Я хочу понять, какие цвета вам больше нравятся. Как бы статистику собрать. Сейчас вы увидите, какие данные собирает вот это вот приложение. И у меня здесь есть... А, у меня тут, видите, еще два экранчика не доделано. Сейчас я вот так вот дублирую. Дублирую. Вот эти цвета должны быть вот такими. Вот такой. А вот этот вот такой. Вот так вот. Вот. Итак. Вот такая панелька. Но отсюда должны быть переходы. Отсюда, сюда, отсюда, сюда, отсюда, сюда. Вот. Вот так вот. Переходы пойдут. Так. Так. Теперь нижние остались. Эти вот. Так. И вот так. Ну, допустим. Вот. Я здесь сделал такой простейший интерактив. И сейчас, если я превью нажму. То получаю дальше вот так. Видите, спасибо. Потом такой цвет выбран там. Такой цвет. Вот так. Все работает. Вот. Но. А что позволяет теперь вот это сделать интересная часть? Она позволяет мне создать вот prototype task. Вот. И сейчас мы с вами пройдем такой эксперимент. Вот я prototype task делаю и говорю, что проба выбора цвета. Вот. Теперь я должен сюда вставить ссылочку, которая есть в Figma. Так. Где моя Figma? Нет. Вот она. Я должен здесь перейти в режим превью Figma. share и копи-линк. Вот я сейчас ссылочку вот эту скопировал, сюда вставил. Вот. Теперь снова переключаюсь вот сюда и вставляю сюда ссылку. Если что-то неправильно, то она и сургнется, если вы не оттуда ссылку вставили. Вот. Пожалуйста. Вот. Сейчас вот такая штука идет. Итак, проба выбора цвета. Теперь. Теперь. Так. Ой. Тьфу ты. Я это самое. Test details. Сюда же надо было вставить. Язык у нас русский. Хорошо. Проект не важно. О всех платформах. Велком я не смогу. Это платные там аккаунты. Это все бесплатно. На халяву. Вот. И теперь я хочу спросить пользователя после выполнения. То есть вы поняли, что надо будет выбрать нужный цвет, да, в принципе. Вот. И я здесь дальше. Квейшн. А какой вопрос могу вообще задать? Вопрос. Видите, я могу задать короткий, длинный, да. В смысле, с длинным ответом могу с одиночным выбором, с множественным. Scale могу сделать, в аранжировании. То есть просто пользователя потом попросить. Ну, я сделаю сейчас single choice и спрошу вас, был ли в этом списке. Ваш любимый цвет. Нет. Ну, здесь. Да. А здесь нет. Вот. Так. Итак. Я сейчас сделал вот такой вот прототипчик, да. Выбрал из Figma вот этот файл. И, в принципе, я могу тут дальше кастомизировать. Видите, здесь много чего мне недоступно. Вот. Дальше я могу сделать так вот. Save и Continue. Save и Continue. Можно, могу превью сделать. Превью позволяет мне посмотреть, как эта штука вообще работает. И смотрите, как это выглядит. Вот так это выглядит. Я нажимаю Start. Вот. Щелкните по прототипу. Нажмите, чтобы посмотреть прототип. Вот. Проба выбора цвета. Вот. Ну, и дальше, в принципе, как бы вот я нажимаю вот сюда. Нажимаю Спасибо. И нажимаю дальше Готово. Как бы вот. Выполнить задание. Был ли в этом списке любимый цвет. Ну, например, нажимаю Нет. Например, продолжить. Ну, в принципе, вот. На этом тест завершен. Но тест завершен для пользователя. А для того, кто этот тест сделал, он эти данные будет собирать. Вот сейчас мы проведем такой эксперимент. Я нажимаю Save и Continue. И сейчас у меня этот тест уже создался. Я нажимаю Setup Link. Вот. Говорю, что Киоск Мод, чтобы мы пользователи могли там проходить неограниченное количество раз. Могу еще демографические вопросы там. Могу еще там что-то задать. На самом деле не могу, потому что там замочки стоят. Это для платных аккаунтов. Только Киоск Мод могу включить. Enable. Теперь ссылочка скопировалась. Копия. И вы видите, что сейчас ноль респонс. И сейчас идет сбор, в общем-то, данных. Вот. Я, да, и сбор данных идет. И результат. Результат я сейчас пока не вижу. Но я могу это самое расшарить потом результат, чтобы после увидели. Но давайте сейчас пока сделаем вот что. Копия. Я копирую. Вставляю вам в чат. Вот. А вы попробуйте пройти. Вы запускаете по ссылочке вот этот тест. Вот. Помните, там был приглашающий экран, да? Вот. Вы выбираете нужный цвет. И потом отвечаете на вопрос, в общем-то, был ли там цвет в любимый ваш или не был. Давайте сейчас попробуйте. Посмотрим, что там получится. Видите, идет пока сбор данных. Ноль респонсов пока. Я тоже его пройду. Выберу свой любимый цвет. Так, нажимаю старт. Ну, плюсик в чат, кто прошел. Ну, вот. Я свой тест прошел. Есть ли еще кто прошел, кроме меня? Я, наверное, один буду проходить тест. Свои тесты. Так, обновлю экран. Ну, странно вообще. Я-то его прошел, да? В принципе, один респонс появился. Загрузка долгая. Вообще, по идее, он достаточно быстро работает. Он подвисает там, где это самое, где вы, где прототип загружается. Дальше он достаточно быстро работает. Но это, видите, простой достаточно, мягко говоря, да? Простой. Совсем-совсем простой, можно сказать так. Вот. Так. Ну, сейчас мы не будем вымучивать. Вот, два ответа у нас есть. Вот. И смотрите теперь, как выглядит результат. Результ. Я нажимаю вот так вот. Результ. Вот. И здесь я вижу вот эти вот экраны. Я могу назначить там целевой экран, до которого пользователь должен дойти. И потом, чтобы я мог понять, дошел он до ручки, до этого экрана или не дошел. Вот. Дальше. А вот теперь смотрите. Видите, я сейчас вижу вот эту вот картинку, в принципе, ну, вот этого экрана, который я сейчас смотрю. И меня сейчас интересует вот что. HitMap. HitMap. Это вот то, куда пользователи нажимали. Видите, я сейчас вижу, в какие точки нажимали. Правда, здесь еще есть клик. И от HitMap я пока не очень понимаю, от чего они отличаются. Потому что, в принципе, получается, что как бы, ну, пользователь там. Был, да, пользователь здесь был. Вот сюда нажал, мышкой поводил. Движение мыши я не видел, чтобы оно как-то откликалось, в общем-то. Вот. Клики, да, вот так вот. Вот эти моменты. Вот. Видите, время здесь показано, в общем-то. Вот. Так что вот эти моменты я сейчас, в общем-то, вижу. Потом. Что я вижу еще? Вижу, что выловили в этом списке целлюбимый цвет. Да. Вот двое человек сказали, что вот да. И был такой цвет. Мог бы больше вопросов задать. Вот. Теперь пути, по которым шли пользователи. Вот вы видите, один пользователь шел, то есть я вот по такому пути. Другой пользователь шел вот по такому пути. Вот так вот. И сколько кликов, в общем-то, ушло. Вот. Девять кликов, да. У меня здесь, в общем-то, один клик ушел. Там 27 секунд. Здесь 8 секунд. Видите, вот такие моменты, в принципе, она дает. Вот такую информацию вот эта вот штуковина дает. Вот. И насколько это полезно? Вы знаете, тут вопрос довольно сложный, потому что, если мы хотим статистику по цветам представить, то я сейчас, если бы сотни человек была бы здесь, то я бы увидел по каждому, по этой сотне, в общем-то, какие были выбранные цвета. Но я бы не увидел в общей статистике, что зеленый там цвет выбрало там 50 человек, например, и так далее. Вот это бы я не увидел. Вот. Вот эту статистику оно не собирает. Но это пока у них, я так понимаю, знаете, начальная, что ли, версия, вот этот прототайп ТАСК, они, судя по всему, о нем развивать дальше планируют, я так понимаю. Вот эта вот информация идет. То есть я могу видеть, куда пользователь нажимал, какие пользователи куда нажимали, статистику вот эту смотреть, как чего. И, в принципе, это все делается, уважаемые слушатели, это делается на базе прототипа Figma. Вот в чем все фишка-то, понимаете? То есть это не Google аналитика, которая требует готовых решений и так далее. Это вот на базе прототипа Figma вот так вот сделано. Круто, по-моему. Вот. И я вам хотел еще вот такой эксперимент провести. Я сейчас не буду вам показывать этот прототип, но я вам дам ссылочку. Будет очень похожее решение. Значит, смотрите. Ваша задача забронировать столик в кафешке. Забронировать столик и место за столом. Вот. Как это выглядит здесь? Это выглядит вот так вот. Вы нажимаете вот здесь вот старт. Выберите стол и место за столом в кафе Tisbe. Так вот. Потом забронировать место. Ну и вперед. Выберите стол и место за столом. Вот. Ну и там вы дойдете до... По-моему, там был последний экран какой-то, насколько я помню. Вот. И плюсик в чат, если вы прошли. Потом готово. Вот тест завершен, в принципе. И готово. Вот так он дочек. Ну и плюсик в чат, если у вас, вам удалось. Наталья у нас впереди. Молодец. Наталья, спасибо большое за то, что помогаете. Так. Остальных, я так понимаю, больше интересует посмотреть. Ну, конечно, этот тест очень интересен проводить, если много народу, естественно. Антон, что-то у вас там на загрузке зависло все, да? Так. Ну, вот он, тест для ТИСБ идет. Вот. То есть мы с Натальей сейчас дружно выбрали столики. Вот. Предыдущий прошел. Это у нас вот это. Да, вот три. Сейчас можно посмотреть, пока. Может, кто еще пройдет варианты. Сейчас посмотрим, что выбрал. Так. Это у нас какой экран был? Это у нас был вот этот экран. HitMap. Вот. О, тоже зеленый выбрали, да? Тоже долго грузят. Ух ты. Яндекс.Браузер не дает войти на сайт? Вот, знаете, неожиданно. На самом деле, очень неожиданно. Я даже вот как-то... У меня Яндекс.Браузер не стоит. Надо будет поставить что-то я это... Да, надо будет, чтобы на нем тоже проверять. Странно. Вроде под санкцию он еще не попал. Вот. Так. Ну, вы знаете, я что думаю? В принципе, загрузить прототип Figma, это, так сказать, дело такое, в общем-то. Вот. Наверное, тяжеловатое такое дело. Поэтому и так оно подтормаживает. Вот. Почему сейчас нельзя подключиться к мастерам класса через браузер только через приложение GoTo? Станислав. Я не знаю. А что, нельзя через браузер подключиться? Да? Я вот не представляю даже. Ух ты. Наверное, знаете, куда это обратиться надо? Надо кому обратиться? Я бы порекомендовал... Вот я сейчас дам почту комплекса Таганский, который, в принципе, ну, типа от него... Так, сейчас вот так... Специалист.ру... Правильно? Вроде правильно. Господи. Да, ужас какие. Вы им напишите, а они кому надо переадресуют. Потому что я затрудняюсь сказать, от кого могут быть ограничения на эту тему. Да, но с ограничением тут фигу знает, что завтра будет. Ну, давайте сейчас мы посмотрим вот этот момент. Сейчас мы делали тест. Я сейчас перейду в дашборд этот самый. Так, вот, тест для оси. Уже пятеро прошло. Давайте смотреть результаты. С горем пополам. Вот, так. Хитмап. Вот, но хитмап меня... Смотрите, вот куда вы нажимали. В какие места кнопки вы нажимали. Ну, наверное, это не столь интересно, а интересен сейчас вот этот момент. Так, 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 так. Значит, у нас что было? У нас было вот это. Бродемест. Вот. И вот здесь вот я, на самом деле, знаете, что тестировал. Понятно ли вам будет, какие красные или серые заняты? Вот, в чем дело. Видите, без пояснений. Вот. И мы сейчас видим вот такой результат, что трое человек выбрали красные, да, вот так вот, а двое человек выбрали серые. Что отсюда следует? Что никто ни хрена точно не понял, какой же стол занят, а какой стол свободен. Понимаете? Вот такой момент занятный получился сейчас. Вот, по результатам ваших кликов. Вот такой вот результат я сейчас получил. Что пользователь без инструкции вот такая, нифига не очевидно, какой из этого занят, какой из этого свободен. Вот такой вывод. Антон, вот понимаете, вот с одной стороны логично, что красный занят, а с другой стороны, вот если посмотреть еще разок на вот эту картинку, где она была. А, я сейчас вам покажу. Я сейчас вам покажу, покажу, где она была. Да. Вот она, вот она, еда для теста. Вот. Бронестолов, и дальше вот вы выберете место идет. Вот, но смотрите. Смотрите, а здесь ведь начинается с подвоха. Видите, вы видите вот этот экран, и все они красные. Но получается, что если выберете стол, а все красные, значит, красные как бы свободны. И, в принципе, значит, здесь какая аналогия работает, что окрашен свет, значит, он свободен. А когда переходите на бронемест, на второй экран, то серым у нас как бы ассоциация, что disabled. То есть, как бы, ну, занят, да, в принципе. А цветной, как бы, что еще можно. Тут вопрос о выбора цвета еще. Что красный цвет здесь для этого выбирать, это дело такое. Провокационное, красный как бы ассоциация, что запрещен, да. Ну, а серый ассоциация, что недоступен. Кто победил, запрещен или недоступен. В данном случае, видите, у нас претент такой получился, что никто ни хрена не понял на основе вот этих данных, что оно там такое, и вы выбирали и благополучно и серый, и красный. Вот такая штука. Вот такой небольшой эксперимент мы с вами провели. Вот эти данные, видите, он собирал, куда я кликаю, да, в принципе, кто куда кликает, вот, в принципе. Но, правда, ну, кроме вот этих данных, как бы, ничего. И, видите, что интересно, вам пользователи были уверены, что им понятно, куда не нажимают. Вот такая здесь у нас интересная ситуация получилась. Вот, так что, ну, в принципе, я, наверное, сейчас потихонечку уже буду завершать. Я, кстати, на этом семинаре хотел вам показать, как можно, в общем-то, анализировать данные, которые в макете Фигмы. Причем вы видели, что дизайны Фигмы, в общем-то, то через Акшуру переправлялись, то напрямую шли вот туда, в то приложение. Вот, но мне кажется, эта штука интересная. Конечно, для предварительного анализа это очень здорово. У Фигмы есть еще в Фигджамме. Этот момент я не стал вам показывать в Фигджамме. Там можно выбрать, какой вариант. Сейчас я покажу. Ну, тут, в принципе, я немножечко не готов. У меня нет там на эту тему картинок. Я могу так NewFigджамм файл выбрать. Вот, и здесь есть такая штука. Называется она... Называется она, где она была? Вот здесь таймер. Где же она была? Templates, таймер. Так. Там где-то был этот... Вот голос можно поставить. А не вижу сейчас. Ну, блин. Что-то там у них это вот как-то вот... Комментарии идут. Что-то не видно, не видно. Ладно. Ну, в общем, там у них можно голоса собирать, какой дизайн лучше как бы. Но, в принципе, конечно, это здорово, но как-то маловато будет. А здесь вот, видите, через вот эти приложения уже интересно получается, в общем-то. Вот. Так что вот, выбор столов. Ну что, столы выбрали, да? Вот. Отсюда что следует? Надо, значит, пойти ужинать за столами, да? И тогда вот с вашего позволения, в общем-то, мы завершаем. Но, смотрите, в принципе, я вам показывал возможности, как из фигмы можно отправить материалы. А сама фигма у нас, вот, курс ближайший стартует очень скоро, в субботу, с пятого по девятнадцатого. Три субботы у нас будет занятие в обычном режиме, без всяких открытых обучений. Будем смотреть, что новенького. Фигмы появились, разные задачки решать. С десяти до семнадцати. Комплекс Итаганский. Он очень удобно расположен прямо рядом с Пролетарской. Вот там три минуты идти. Вот. Так что, вот, приглашаю. Вот, в принципе, если кого желание, подключайтесь, приходите. Вот. Можете по вебинару, можно в живом виде. Как хотите. А так, в принципе, завершаю. Остались ли у вас вопросы какие-нибудь? У нас была тема аналитика фигмы. Весь семинар пропустил из Ядекс браузера, да? Ух ты, черт. Ну, вы знаете, смотрите, во-первых, смотрите, давайте, знаете, как? Ой, я вам сейчас, знаете, что сделаю? Сейчас еще одну ссылочку вы себе сохраните. Да, блин, надо было сразу. Ну, не сразу, после теста. Это вы можете сами посмотреть результаты. Вот то, что я вам показывал, да? Вот эту штуку, это вы можете сами посмотреть. Тыркните, пожалуйста, как видно вам вот эти странички. Вот страничка. То есть, в принципе, вот это приложение позволяет расшаривать результат, чтобы другие тоже могли видеть, куда они там что нажимали. Там, жду плюсика. Все отлично получилось, да? Отлично. Вот видите, вот такая штука. Вот. Но вообще, юзабилити хаб – это очень интересные ресурсы. Они там очень полезные вещи делают. И для юзабилистов это, в общем-то, очень такая приятная неожиданность. На бесплатном уровне. Примерно как фигма, в общем-то, получается. Ну и отлично. Так. Ну что ж, завершаем тогда. И, в принципе, если будут вопросы, то вот. Нет, вот я. Так, Любовь, вы по поводу фигмы, еще разок. Как загрузить, в смысле, результат, как загрузить. Ну, дай, еще разок, ссылочку дам. Это результат, который мой выбор столика. Вы можете сами посмотреть, куда там тыркали на нашем семинаре при выборе стола. По идее, вы примерно такую же картинку должны увидеть, как я вам показывал. А, где загрузить фигмы? Ну, на сайте фигмы. Сейчас, секунду. Он фигма.com. Вот. Оп, оп. И, а там загружать не надо. Это облачная программа. Так что вам надо зарегистрироваться и все дела. Вот. Заходите туда. Единственное, она на английском языке. С переводчиками там бесполезно. Там как-то смысла особого нет. Вот. Ну, вот. Смотрите. Можно загрузить, можно не загружать. В любом случае, это облачная программа. Так что. Кстати, работает ли она в Яндекс.Браузере, я не знаю. Но, наверное, работает. Вот. Не проверял. Во всех браузерах вроде бы народ проблем не испытывал. Вот. Единственное, что я на планшете когда попробую. Там, конечно, лучше не стоит. На планшете лучше на компьютерах все-таки использовать. Ну, что. Завершаем. Всем спасибо тем, кто были с нами. И будем надеяться, что у вас все будет хорошо. Хороших выходных. Вот. В субботу. Не, Антон, точно не один. Там народ уже довольно много набралось. Хотя, если не все на вебинар уйдут, то я не знаю. Вот. Посмотрим. Так. Ну что. До новых встреч. Все. Запись завершаю. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok